Итак, в сегодняшнем выпуске смена председателя ОПЕК в 2021 году, Британия и Евросоюз подписывают соглашение о торговле и сотрудничестве. Мы закончим статистикой по коронавирусу. Итак, в 2021 году роль председателя ОПЕК будет исполнять Ангола. Африканская республика Ангола будет исполнять функции председателя конференции ОПЕК в 2021 году, сменив в этой роли Алжир, сообщил ТАСС один из делегатов в ОПЕК. В частности, министр нефти и минеральных ресурсов Анголы Диамантино Педро Азеведо выступит с приветственной речью на министерской встрече стран ОПЕК плюс 4 января 2021 года. Ангола – относительно некрупный производитель нефти в ОПЕК. Средняя добыча нефти в стране составляет 1,37 млн баррелей в сутки. Почти весь этот объем идет на экспорт, как следует из данных на сайте ОПЕК. ЕС и Британия подписывают соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit. Спустя несколько месяцев трудных переговоров в Евросоюзе и Великобритании в среду 30 декабря подписывают соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit. Об этом сообщила BBC. Церемония состоялась в Брюсселе в Совете ЕС в 9.30 утра по центральноевропейскому времени. Со стороны Европейского Союза документы заверяет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Затем уже в Лондоне под соглашением ставят свою подпись премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Всего стороны подпишут три документа. Соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Новый штамм коронавируса пришел и в США резкий скачок в Британии. Хотя европейские страны и США продолжают массовую вакцинацию населения, коронавирус продолжает распространяться и все больше государств вводят новые, более жесткие карантинные ограничения. Британская мутация вируса также дошла и до Соединенных Штатов. В Великобритании во вторник было зафиксировано самое большое с начала массового тестирования суточное число новых случаев COVID-19. Диагноз был поставлен 53 тысячам пациентов. Это примерно на 10 тысяч больше, чем днем ранее. Тем временем во вторник первый случай коронавируса мутанты идентифицировали в США. Британский штамм найден у пациента в штате Колорадо. Примечательно, что заболевший это мужчина в возрасте от 20 до 30 лет и, судя по его документам, он не покидал США. Это теоретически может означать, что он заразился от кого-то, кто посещал одну из стран, где распространяется новая разновидность вирусов. Сейчас этот человек находится в самоизоляции. Медики пытаются установить, с кем он контактировал. На этом у меня все. А команда FIBA Group желает вам счастливого Нового года и пусть в грядущем году все будет только лучше. Цените семью, ведь это самая главная инвестиция. До встречи в следующем 2021 году. Редактор субтитров А.Семкин